Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Драгонс Догму, мы находимся в том же подземелье, в котором закончили игру. Как вы помните, последняя серия у меня закончилась на технических проблемах, но надо сказать, что я с ними справился, и сейчас нам нужно продвигаться дальше по этому подземелью. Я успел маленько побегать, как видите, надел Акаки новую броньку, да и на себе тоже, как видите, у меня неплохая такая экипировочка. Единственное, но то, что у меня капитальный перегруз, поэтому давайте-ка мы скинем часть вещей. Вот эти вот черепа. 60 черепов! Охренеть! Зачем мне... Откуда у меня 60 черепов? И сразу, насколько легче стало? Я вообще не понимал просто... Блин, я только что смотрел, вроде этих черепов не было. Ну ладно. Так. Вот это вот мы давайте отдадим Акакию. Пусть наденет... Но я не думаю, что сейчас сможешь что-то на себя надеть в этом балахоне. И давайте продвигаться дальше. Мы все так же ищем тут Сулетьют. Где-то тут мы, по-моему, остановились в предыдущий раз. Точно не помню. Ну, в общем, броня хорошая, только не прокаченная. Та предыдущая была прокаченная, в принципе, тоже крайне неплохая. Но это мне внешним видом понравилось. Так. Между сериями, между этой и предыдущей, я сходил в Бронссорн, маленько прокачивал свои навыки. У меня есть такая штука, сейчас я вам ее покажу. Называется она Magic Cannon. Я же все-таки магический рыцарь. Вот, в общем. Такое непонятное вот свечение. Я сначала думал, что это такое? А потом так начал ударять и увидел, что из нее летят неприятные штуковины в наших врагов. Так что, в принципе, вещь полезная. Единственное, ну, то, что она отнимает, мало. Но раз на раз не приходится. Так, где-то здесь мы в прошлый раз встретили огромного амбала. То ли гиганта, то ли еще кого. Или не тут. Ну, в общем, вот так. Что вы там делаете-то, я не пойму. Майи лечат. Надо, кстати, им будет выдать потравки, чтобы они помаленьку забирались уже. О, чуть не улетел. В общем, когда я ходил в Гранд Сорен... Как у нас висит странно. Прям в воздухе. Фонарик. Короче говоря, когда я ходил в Гранд Сорен, по пути я встретил Грифона. Но я уже начал серию оттуда, и он улетел. Поэтому я подумал, что вам по новой не нужно смотреть дорогу сюда. Она довольно продолжительная. Добежал по новой. И теперь давайте смотреть, разбираться. Вот тут вот мы еще точно не были. Ух ты. Денежки. У меня денег вообще нет. Сейчас у меня... 48 тысяч. Ну, как вообще нет? Не сказать, что очень много просто. По сравнению с тем, что было. Я довольно сильно потратился на эту броню. Просто потому, что мне захотелось полный сет. И она, как видите, достаточно красиво выглядит. И нашему персонажу подходит. Только шлем не понравился. Шлем вообще какой-то придурочный. Поэтому обойдемся без шлема. Лучше посмотрим на морду Асиз. Как его окрестили зрители. Ну, не похоже. Чего вы наговариваете на поп-копа? Ну, ладно. Может, что-то и есть. Так, что у нас тут? Это что такое вот вообще? Это просто ячейки склепа или какие-то печи? Скорее всего, просто ячейки. Так, у нас есть дорога туда. У нас есть дорога сюда. И сюда нам, скорее всего, и нужно. Так, Акакий, вернись. Вернись Акакий. Молодца. Научился меня слушаться. Кстати говоря, между сериями в Грандсорне разобрался, что там кто-то, есть же гостиница какая-то. В этой гостинице можно присесть на стульчик. Ничего не написано про это. Нигде это не объясняется. Но если садишься на стульчик, то можно своим пешком, там, тактику. То есть, садится пешка напротив тебя. Там сигналит. И ты ему говоришь, что ему делать во время боя. Как праздновать, как помогать тебе. Поэтому я Акакий сделал поспокойнее, но во время критических каких-то событий поагрессивнее. Так, у меня ощущение, что мы идем куда-то, где мы уже были. Нет? Интересно. Так, ну вот отсюда я пришел. Вот отсюда вот. Нет, вот отсюда я спустился. Прошел, 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 прошел. И пришел куда-то я пришел в итоге. Давайте посмотрим. Но я думаю, мы сейчас тут выйти не сможем, потому что это, как мне кажется, вообще выход из этого подземелья. Сначала нам нужно там разобраться. Так, выйти можем. Ладно, давайте тогда сначала сходим туда, куда мы шли изначально. Отсюда, если что, потом сможем выбраться. И мне подписчики подсказали, что здесь есть недалеко от той крепости, где я, собственно, страдал от тупости моих напарников. Ну, давайте взглянем в лицо правде. Тупили они по-страшному. Тут ко мне претензий немного, потому что я просил их делать одно, просил подходить, они отходили. Просил атаковать, они наоборот перли к этой баллисте. Ну, сейчас они реабилитировались полностью. Давайте Майя дадим. Так, подожди. Так, там элесьон какой-то. Короче, да, какие-то нехорошие звуки. Давайте-ка мы выдадим по пять штук лечилок. Дадим... О, какие есть. Дадим кари. Ну, кари три хватит, она у нас все время на заднем плане держится. И дадим пять Майи. Потому что она, несмотря на то, что на заднем плане держится, ее в первую очередь атакуют всегда. Но лечиться они не хотят. Так, у нас на Акаке рога как раз этих еретиков. По идее, возможно, ее нужно было одеть мне. Не знаю, про Акате так нет. Давайте-ка сохранимся. Что-то мне кажется, что сейчас у нас ничего не получится. И в следующий раз, если что, мы на себя наденем эту рогу. Ой, рогу, говорю. Рогу. Ну, все будет нормально. Не волнуйтесь. Просто я как увидел, как она сидит на Акаке, и я не смог удержаться. Но это же просто круто. Посмотрите, какой амбал в халате. И с молотом такой. Сейчас, Святоша. Сейчас она прилетит. Душа не может найти удовольствия в этом мире. Ну, сладо для себя. Не поддается. 60 черепов у меня было, офигеть. Так, ну что? Вломанулись. Че ж вы вечно вперед меня бежите. Так, там мы были. Так, ладно, собирать не будем то, что там есть. Дракон исправит этот мир, бед. Мы посвятим своей души тому же. Пошел к нам, посоединивший. О-о-о, это может быть плохо. Это ответ, дорогой восставший. Для всех вещей смерти и хаоса. Че-то это не к добру. Ой, не к добру. Так, ладно. Прям резидент и волк. Прям резидент и волк. Так, хорошо. Давайте смотреть. А как и работы по площади. Так, вот тут мне пригодится мое мега оружие. Давай, давай, давай. На всех. Их этой магии просто вырубает. Еще есть. Еще пух. Так, ребята. Ах, отцепись. Так, не сильно помогает. Проще рубить. Почему-то их не поднимает этот удар. Но и видок был. Ну, для тебя это привычно, наверное, разом. Посоединяйся ко мне на минутку. Мэйсон. Сказал нам. В связи с этим чемпионом ночи есть спасение. Вот загадка говорит. А какие. Для меня твои слова были загадкой. А какие. Так, ну давайте посмотрим. Слишком здоровый. Сделал отцепился. Но в крайней мере мы поспорили этого. И Омбле прайс, чтобы быть уверенным. Но в крайней мере он говорит. Никакого, как вы не знаете. Но по крайней мере он говорливый. Среди воров. Все в хорошем. Да я, говорит, никак в это не верил. Никогда. Он будет проблемой, если мы его отпустим. Когда у нас обоих видел уже. Подожди, ты мне обещал. Он весь твой. Так, ну хорошо. Так, что он нам скажет? Так, напарники, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь туда. Ух, блин, а. Он предлагает нам все, что угодно. Если бы мы оставили его в покое. Поп-копа просит о пощаде. Так, сейчас кого-то в блок отправим. Вообще, просто, похоже, пора отключить извещение. О, господи. Что ж ты, говорит, делаешь с невооруженным человеком? Я рад видеть, что могу тебе доверяться. Трудно верить на. И они наступили. Мы привезли к этой сколке фоксов к тебе, ты и я. Я распространю, говорит, слова о твоих действиях. Мы, говорит, им еще покажем козьи морды. Ой, перевод вольный. Че, как я сказал. Недоволен был моим решением. Обсуждаю еще. Так, ну что. В принципе, я так понимаю, с этим катакомбом покончено. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше. Как и говорит, даже если бы ты его пощадил, то не факт, что Мэйсон поступил его по так же. Кого волнует Мэйсон? Это ж поп-коп. Так, а интересно, а там тогда что у нас был за подъем? А, ну да. Я, как обычно, прощелкал. Подобрали кольцо. Блин, я кольцо чуть не пропустил. Ну, я его пропустил, по идее. Напарники. Напарники мне помогают. Это мне игра доказывает, что я был неправ насчет них. В этой серии реальная помощь от них была, да? Так, мы, говорит, должны вернуться в столицу. Хорошо. А где мы находимся вообще? О, как близко. Давайте, знаете, мы посмотрим, что у нас со второго входа. Потому что тут уже все завершено. И, кстати говоря, по дороге в столицу, я думаю, мы встретим еще раз этого Грифона. Он постоянно тут летает. Но его, я так понимаю, нужно крылья перебить, чтобы он не улетел. То есть, начинаешь его убить, он... Не подумайте, что он... Майя нас тоже поддерживает в нашем решении убить этого червя. Короче говоря, этот Грифон, он принимает... Некоторое количество урона и улетает. При этом сам бьет очень-очень больно. Так, вот тут все происходило в основном. Поэтому, я думаю, нужно ему напрыгнуть на крылья и... Поломать как-то, что ли. Или поджечь, может. Подъем наверх. И куда у нас там вела эта дорога? Мне кажется, к чему-то хорошему. Так, вот оно, да? Кстати, тут мы смотрели. И что у нас за кольцо новое, кстати говоря? Так, Крестлинс. Повышает сопротивление сну. Нас пока же никто особо не усыплял, поэтому... Ну, пусть лежит. Оно, запас не тянет... Ой, карман не тянет, но... Не могу сказать пока, что пользу какую-то от него ввел. Ну, видимо, дальше увидим. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. И отсюда уже, я думаю, мы тоже выйдем обратно в мир. И отсюда уже двинем. Блин, офигенная игра. Ага, понятно, это что-то такое. Это то место, где, помните, мы в одной из предыдущих серий тут спускались, когда с бандитами дрались. Но там решетка была заперта. Да-да-да. Так, бандиты. Так, спину бы мне там прикрывали, нет? Ох, сколько у вас тут. Ну, в основном все слабые. Давай, Акаки, жги. Ломай его. Чё-то ты какой-то... Подожди, ты чё там делаешь, а? Эу. Ты посмотри. Неплохой такой... Воин. Блин. Чё-то я как-то не успеваю за ними. Так, тихо, я чё-то получать от них начал. Даже опасные парни. На удивление. Ты посмотри, чё делает, а? Блин, Акаки, ты моего убил. Нехило так нарубали. О, грифон прилетел, да? Или нет? Нет, грифона не видать. Так, ладно. Вон там ещё тусует народ. Давайте с ним разберёмся. Хочу грифона. Хочу с ним разобраться. Не факт, что он постоянно тут будет появляться, но... Время от времени. Вставай. Хороший. Так, ладно. Стрелы. Стрелы надо будет продать. И лекаря отдать. Так, ну ладно. Нам, я так понимаю, сейчас города. Угу. И доложится уже Максимилиану о том, что задание выполнено и с этими сектантами покончено. Так, ну... Здесь у нас в прошлый раз какой-то бедолага напал на нас. Начал атаковать. Ну, в итоге я грёб, конечно же. Грифона хочу. Грифона хочу. Но его не видать. Ну ладно, ещё встретимся. И не раз, я думаю. Потому что, судя по всему, мне с ним драться не по уровню. Потому что я ему урона практически не наносил. Ну, там, может, против него тактика какая-то особая, конечно. Так, масло набрать могу. Есть у меня пустые. Надо будет купить. Хотя, в принципе, так масла хватает. Так перегруз. Ещё всякое разное таскать. Фу. Хорошо. Так, кстати говоря, о чём мы фонарик-то не тушим? Масло-то жрётся. Какая всё-таки офигенная в этом городе музыка. Не знаю, может, мне посох взять? Можно было бы их переключать по-быстрому. То есть, меч, посох. Но, к сожалению, это не так похоже. Так, что у тебя можно купить? Продать себе можно ерунду всякую. Так, типа... Что-то типа... Для крафта. Штука, судя по всему, очень хорошая. Даже продать-то нечего. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, у нас какие-нибудь новые скиллы не появились. Короче говоря, давайте я вам покажу, как это работает. Вы где-нибудь здесь видите хоть какой-то намёк на то, что здесь можно выбирать поведение для своих NPC. Это очень неочевидно, но тем не менее, когда ты подходишь вот сюда, в это кресло, когда подходишь, он, видишь, светиться начинает. Садишься. Подходит, скажем, Акаки. Акаки предлагает. Я, говорит, сначала буду на слабейших концентрироваться, чтобы внести сумбур в их ряды. Ты согласен, Эрайзен? Я говорю, ну давай. Понятно, Эрайзен. Я буду на слабейших бить, чтобы по-быстрее их число уменьшить. Вот так и было. Я пытаюсь говорить или, наоборот, молчать в зависимости от ситуации. Ты хочешь продолжать, чтобы я продолжал в том же духе? Ну да. Я, говорит, буду более говорю. Если я подую, ты поможешь мне. Как я должен тебя отблагодарить? Так. Ну я поставил агрессивно. Пусть так и будет. Если это поможет тебе. В общем, мы-то поговорили. Вот такая-то неочевидная, но тем не менее прикольная деталь. Именно из-за таких деталей состоит эта игра, пока во всем не разберешься. Можно получать очень много проблем. Но тем не менее, именно за них и любишь игру. Так. Давайте по скиллам посмотрим. Ничего нового не открылось. Даунтраст. Втыкает плезвие в землю на один фут. Так, Артем. Извини, Артем. Сейчас ты у меня в блок уйдешь. Это уже не очень хорошо. Так. Так вот. Втыкает лезвие в землю на один фут. Так. Смотри-ка, это похоже интересная штука. Поставим ее вместо магической пушки. Это подкидывать врагов в воздух. Это мне не сильно нужно. Это крутить лезвием вокруг себя тоже. Пока что не могу сказать, что сильно хочу эту штуку. Так, это собирает притягивать всех. Пока что меня, в принципе, устраивает мое умение. Это для посоха, но у меня посох, так как отсутствует, я ничего из этого не беру. потому что я все-таки мечом дерусь. Так. На щите у нас все, что нужно, хорошее стоит. Ух ты! Вот это хорошо. Только у меня не хватит, конечно, на все это. Вот, допустим, на огонь. Огонь очень хорошо против всех действует. Это затачивает свое оружие. Вот. И на святоту. Это против нежити всякой. Еще. Тут на что? Рефлект. Так. Отражает обратно атаки. У меня просто некуда выставить. Мне сейчас все скиллы нужны. Так, ес. Вместо Magic Cannon мы поставим Down Trust. Вместо Блин, вместо чего поставить? Вместо Flame Repost мы поставим Fire Enchanter. Вместо Blaster Repost мы поставим Holy Enchanter. Хорошо. Так, ну а как я там нечего ставить? Давайте переночуем до утра и пойдем к герцогу. Сейчас у нас, конечно, сервер будет долго-долго думать по поводу того, что а что же там такое? С серверами связь почему-то очень долгая. Но, тем не менее, сколько там у нас еще заданий-то осталось? У нас, кстати, говорят, два Wake Stone'а, по-моему. А нам нужно пять их, по-моему, что ли. Там, помните, мальчик один мертвый лежит. И папаша хочет его воскресить. Но я пока не знаю, где их брать. Они, похоже, просто находятся по пути. Так что всему свое время. Ну ладно, сейчас мимо будем проходить. Видите, да, как долго? Офигеть же. Не знаю, по идее, Акакия нужно одеть во что-то хорошее. Давайте посмотрим сейчас на 50 тысяч. Возможно, мы ему присмотрим что-то хорошее. Но, в принципе, у него броня, надо сказать, очень даже. Больше всего, конечно, я хочу себе новый щит, потому что у меня он и локти пролезает сквозь этот, и выглядит он не очень хорошо. Защищает хорошо, конечно. Но мне еще и внешний вид важен. Так, Акакий. У тебя ничего нового тут нет? Ух ты. Вот с этим, конечно, мне не нравится эта работа, как проделана. Очень многие вещи проходят друг сквозь друга. Вообще, подозрительно, что такой огромный молот. О, вот, вот это твое. Все, берем. Однозначно. А больше у нас, похоже, ни на что денег и не хватит. Ну, давайте посмотрим, что там еще для него можно прикупить. Ух ты. Это вообще у нас новая броня появилась, насколько я смотрю. Или нет? Нет. Вот эту броню я, кстати, купил в том подземелье, где, вы помните, в первый раз мы ходили, где дрались с двумя гигантами по дороге к крепости. Так, голова. Нагло у тебя нечего надеть. Да, вся броня хуже, чем его, как видите. Так что ходи пока в своем балахоне тебе идет. Давайте на оставшиеся деньги попробуем оружие там прокачать. Так, ну это у нас неплохо прокачано. Там дальше уже вуден борт. Нужен деревянная доска, четыре штуки. у нас их нет. Ни одной. Сюда нужно так, восемь штук металлолома. У нас одна. Хорошо. Сюда что нужно? Сюда пока ничего не нужно, но денег живет порядком. На второй уровень что нужно? Серебряная руда. Пять штук. У нас две. Сюда нужно. На первый уровень опять же ничего не нужно. Сюда. Так, все. Денег не осталось. Хорошо, но зато будем более живучими. Все, отлично. Ну-ка, а какий? Покажи-ка свой молот. Блин, твой молот пивается Майе в попу. Какой позор. Пойдемте уже. Замок, конечно, офигенный. Опять же, как и в Dark of Demon's Fall сделанный по уму. То есть, прям веришь, что такой замок мог существовать в реальности. А то в некоторых играх замки такие, что красота есть, а функционала нет. То есть, думаешь, как они тут, допустим, вот сюда ходили. Это же неудобно. А тут все по уму. И вот это вот, оно не просто так вот такие вот коридоры делались. Это специально по дороге к дворцу. То есть, если кто-то атакует, они вынуждены были бы идти вот по этому коридору, в то время, как он оттуда все простреливается. То есть, их бы из лука просто расстреляли бы, они бы тут умылись кровью. Тем более, что тут вон какой... А нет, я хотел сказать заборчик. Ну, поняли. Короче говоря, все достаточно реалистично. И стены крепостные над этим. Мы даже по этим стенам бегали. Зачет в этом плане игры. Так, ну что? Так. Так, от них, говорит, опасность исходила. Нам нужно удвоить наши силы по охране города. Теперь, говорит, это их цель. Опасайся, Эрайзен. Пока что, говорит, спасибо тебе большое. И 15 тысяч дали. Хорошо. Сколько у тебя еще квестов осталось? У нас что вообще по квестам сейчас? Остались они необязательные, по-моему? Ой, так, тихо. Так, подозрительная фигура была замечена шастающим по замку ночью. Подожди в квартале благородных людей и сядь ему на хвост. Так, вот это наше следующее задание. Так, ну пошли тогда обратно в этот. Давайте у него сразу возьмем новое задание по майн-квесту. Завершить фрукти текст, это мы не можем. Помочь команде исследователей. Так, они собирают знания о дракончиках. Как часть этого замысла мы послали фейф, это вера, это, видимо, какое-то религиозное направление местное. Короче говоря, исследуйте руины и вибикты. Одна из таких руин стала прибежищем для монстров. Им нужен эскорт. Они о тебе просили. Какой ответ мне дать? Ну, давай. Короче говоря, нужно поговорить с попом вот в этой церкви и он нам даст дальнейшее указание. Но сейчас мы пойдем поспим, пожалуй, и потом в этот квартал придем к ночи и уже посмотрим, что по тому квесту, который мы только что... Ну, вот, то, что ночью кто-то по этому кварталу шастает. Вот тут просто представьте, вот атакующий пруд, а их совсем поливают стрелами. А вон там поставить несколько копейщиков вот в этих воротах и хрен кто пройдет. Очень по уму это сделано. Похоже по чертежам реальных замков, что ли, такое ощущение. Так, все, спать. Сейчас, конечно, опять подгрузка это. Так, ну, мне кажется, что вот этот квест на то, что в руины сходить, будет очень интересным, потому что вообще у меня сложилось впечатление, что это не главные квесты, потому что там был главный квест типа проследовать по распоряжениям герцога у него нижней строчкой. Но пока что вот эти квесты, как видите, они достаточно интересные такие, поэтому давайте лучше на них концентрироваться. Майя, отойди. Ты, конечно, приятная девушка, но на дороге стоять не нужно. Так, в Нобл Куотер нужно нам. Тихо, ты куда бежишь? Ты патруль или кто-то такой? Оп, сколько тут охраны. Да, это патруль похоже просто. Так, ну вот мы в Нобл Куотерс, то есть кварталах богачей. Кого же нам тут нужно выслеживать? Вроде тихо. закрыто. Ночь. И тишина. Да нет, тут не... О! Опа-па! Вот как у него хочу щит. А не то, что у меня. Пойдем отберем. Кто-то что-то там мутит. Кстати говоря, видели, это фигура в Балахоне, это та, которая иници... Короче, атака на кемпинг тут была ее вина судя по всему. Так, кто же ты такой, а? Совершенно не паримся. хм, ну ладно. Опа-па, это что такое? Куда ты пропал? Он пошел в торговый квартал. Так, быстрее, быстрее за ним. Что-то мутный типок какой-то. что ты хочешь вообще? Какие немаячи. Я понимаю, что ты высокий, тебе в серии охота засветиться, но, блин, ну шо ж ты мне под ноги-то лезешь, а? Сколько уже серии, кстати говоря, идет? Неважно. Мы должны разобраться с этим делом. Тихо. Он, похоже, куда-то в трущобы идет. Причем вниз туда, как ведуку. Да, есть такое ощущение. Да, без тебя знаю. Так, сохранение это хорошо. А вот тиринг и отсутствие его синка это плохо. так, налево. Отлично. тихо-тихо-тихо, пацан, все хорошо. Ты совершенно не палишься. Эй. Я уж потом куда подевался. осмотрелся такой. Что это там были за звуки? поцелуй их губки, я тебе, говорит, тогда отдам. Кошка, а? Хорошая работа. Могу тебе еще чем-то помочь? Могу как-нибудь поработать на тебе? Желаю хорошего дня. Слушай, а парень мне определенно нравится. С принципами. Майя, подскажи-ка мне, что ты думаешь? Похоже, насчет Салвейшн того же самого. Что-то с этим связано. Информацию он получил. Так, ну что, девочка, я с тобой попроще. Нет, магазинчик. Многие, говорят, убегали от дракона, поэтому хорошая земля. Очень. Давай посмотрим тогда, что продаешь. Селялки всякие. ломают. Так, огнеопасные, да? Хорошо. Ты посмотри. Неплохой у меня тут лобаз. Так, ну, шлем мы не носим. тут все так себе. Что такое? сопротивление ко сну. Понятно, короче, говорю. Так, что нам теперь нужно с этим квестом сделать? Кому его сдавать? По-моему, опять же, сэру Максимилиану, да? Интересно было, что же это такое. А нет, это нам в городе нужно около пивовара. Так, все, свет можно включить уже. Теперь уже прятаться неотколько. Так, стрелы. Карри, держи. Нет. У нас и в принципе все. Интересный был квест. Разнообразная игра, очень много разнообразных самых заданий и боевых, и вот таких вот. То есть, именно зато мы любим игры, за то, что они предоставляют нам разнообразный геймплей. И эта игра в этом нам очень сильно нравится, судя по всему, не зря. Так, все, прилетели. А, это ты! Мэйсон сказал мне ожидать тебя. Здесь у тебя есть письмо. Рыцарь, да? Ладно, я разузнаю. Так, В общем, давайте-ка, мы, знаете, на этом будем завершать эту серию. Следующий пойдем помогать этим исследователям. Подожди, там Мэйсон. нет конца запросам короче, на новые знания про драконы в эти дни. Он не понимает, короче говоря, каким образом вообще такой старый набор костей, как дракон, жив в наши дни. Не знаю, перевод не точный, и я сегодня, как обычно, уставший. Да. В общем, ничего ценного особо не получили. Давайте на этом, наверное, завершать эту серию. Она была, на мой взгляд, очень интересной. Увидимся в следующей. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok